Личные взаимоотношения с Богом Через вот эту аппликацию Bible App вы можете скачать ее на вашем телефоне Там есть все места писания, которые я буду читать, все пункты, подпункты И вы можете следовать за проповедью, и это будет у вас конспектом для вас Кто не был в прошлое воскресенье, у нас была первая часть И я советую, рекомендую вам, пожалуйста, послушайте первую часть А сегодня будет вторая часть И если бы сегодня можно было вот как-то так сделать, чтобы был сейчас большой взрыв Вот сильно что-то взорвалось так, чтобы затряслось здесь люстра и начало падать с потолка Чтобы люди пришли во внимание, просто в страх, в трепет, что, что И вот в этот момент хотелось бы сказать, ребята, вот эта тема важна Друзья, вот это очень важно Вот хочется именно такого вот повышенного внимания Хочется настолько передать, кричать, взывать и сказать верующие люди, неверующие люди Вот это очень-очень важно Это то, что вот личное взаимоотношение с Богом, это то, что вам в жизни поможет Это то, что вам в жизни поможет пройти любую пустыню Это то, что вам в жизни поможет пройти любой кризис Финансовый кризис пройдете вот вместе с этим Личные отношения с Богом Семейный кризис, кризис в церкви, любой Вы пройдете благодаря личным взаимоотношениям с Богом Вы знаете, это то, что я больше всего хочу научить своих детей Это личным отношениям с Богом Если вы сейчас спросите моих девочек, которые еще маленькие Что самое важное в христианстве Они вам скажут Личное взаимоотношение с Богом Они до конца не знают, что это Они не могут объяснить Но они уже знают, что это то, что им много раз уже было сказано Вот хочется, чтобы мы поняли Настолько важно для верующего человека Личное взаимоотношение с Богом И хочется сказать для всех, кто давно верующий Что если вы честны сами с собой То они не всегда бывают стабильные Не всегда бывают близкие Не всегда бывают ровные Значит, их нужно как-то развивать Нужно где-то что-то менять Где-то каяться Где-то снова возвращаться Где-то снова их строить Чтобы иметь настоящее личное отношение с Богом Вот именно личное взаимоотношение с Богом Они, я думаю, помогли христианам пережить гонения В Советском Союзе Когда людей сажали в тюрьмы Когда забирали отцов Но что у них в тюрьме было Интернета не было Ютуба не было Хороших проповедников не было Конференций не было Что там было? Там было единственное Личное взаимоотношение с Богом Которое людей держало В тюрьмах В голод и холод Любой кризис вы пройдете Благодаря личным взаимоотношениям с Богом Хочу быстро сделать повтор Первой части, если вы отсутствовали в прошлое воскресенье Первое это то, что Бог желает иметь личное взаимоотношение с человеком Об этом очень ясно сказано в Библии Бог желает И один из вопросов, который был задан Причина Зачем был создан человек? Почему Бог создал Придумал человеком Деяние 17 Там ответ Чтобы люди искали Бога Дабы люди искали Бога Не ощутят ли Его Кого? Бога Дальше Не найдут ли Его Бога Хотя Он и недалеко Это уже хорошая новость То есть Бог Не так далеко И не так может быть сложно Как нам кажется Его найти Дальше мы с вами говорили о том Что Бог Он призывает Мы призваны как верующие Иметь общение с живым Богом Мы читали с вами 1 Коринфянам 1 глава Где написано о том, что Верен Бог, которым вы призваны В общение Сына Его Иисуса Христа И мы с вами говорили о том, что Есть Четыре Разных уровней отношений Между людьми это правда И между Богом это правда Первый уровень отношений Это когда их вообще нет Второй Это общие отношения Такие На уровне знакомства Третий Это дружеские отношения И четвертый Это личные взаимоотношения Это самый высокий уровень Это самый глубокий уровень Отношений Которые могут быть Между людьми Или между Богом И мы с вами говорили о том что каждый из этих уровней, в зависимости на каком уровне вы находитесь, ваше отношение с Богом, либо вы его не знаете, либо вы просто с ним знакомы сдалека, иногда с ним имеете какие-то отношения, это определяет ваши права. Это вам дает какое-то большее право или меньшее право. Это работает среди людей. Да, Бог, Он милостивый, но это с Богом, вы знаете, тоже работает вот этот принцип. В зависимости на каком ты уровне отношений с Богом, ты либо имеешь право какое-то, либо какого-то права не имеешь. И это определяет результат часто наших молитв, часто наших вопросов к Богу в зависимости на каком ты уровне с Богом. Дальше мы с вами говорили, как на практике это выглядит, и три основных принципа. Это есть время, когда ты говоришь, есть время, когда ты слушаешь, и есть время, когда ты делаешь. Когда мы говорим о разговорах, то здесь, наверное, все более-менее понятно, когда мы в молитве обращаемся к Богу. Но есть еще время, когда мы в молитве можем слушать. Это немножко более сложно для понимания. Это то, возможно, к чему верующие люди не привыкли. Возможно, мы не научены слушать Бога, но об этом Библия говорит неоднократно. И в Старом, и в Новом Завете говорится об общении с Богом. Например, Иова 33 написано, Бог говорит однажды, если то не заметят в другой раз, хотя человек и не понимает этого. Евреям 3 глава написано, когда говорит Дух Святой ныне, когда говорит Дух Святой, когда услышите, то есть вы услышите, это вопрос времени, когда вы услышите глаз Его, неожесточища сердец ваших, здесь снова и снова вызов верующим людям общения с Богом. Я верю, что это серьезный вызов, актуальный сегодня, потому что мы часто не имеем вот этого общения с Богом. Мы имеем хорошую привычку, мы имеем с Богом монолог, когда мы Ему говорим. Но, друзья, я думаю, что мы можем идти на уровень выше, на уровень глубже, когда мы можем с Богом иметь общение, живое общение. И мы об этом с вами говорили в прошлой беседе. И сейчас мы с вами подходим ко второй части, где мы с вами поговорим об показателях личных отношений с Богом. Какие же есть факторы, индикаторы или доказательства того, что я имею личные отношения с Богом? Если вы верите, что вы Бога знаете и что вы имеете с Ним отношения, давайте с вами попробуем это определить на практике. Итак, Evidence of having personal relationship with God. Начнем с знакомства. Я когда-то жил в Европе, вы знаете, у меня был один друг в Париже, которого звали Стефан. Я вам расскажу за него. Он жил в центре города, ездил на красной машине, Рено называется, французская. Он был женат, у него было трое детей, он имел высшее образование. Вопрос, знаете ли вы вот этого парня Стефана, о котором я вам рассказал, знаете ли вы его? Не знаете? Хорошо. Я расскажу вам больше деталей об этом человеке, который живет в Париже. могу даже дать вам его адрес. Могу рассказать, какой у него голубые глаза. Он высокого роста, блондин. Он, его жену зовут Виолетта. Он также работает с компьютерами, очень хорошо знает этот бизнес, все, что связано с IT. Вопрос, знаете ли вы этого человека? Очень добрый, очень щедрый. Знаете вы его или нет? Я уже почти обиделся, потому что я вам два раза объясняю, рассказываю. Могу третий раз рассказать, и вы, наверное, снова скажете, что вы его не знаете. И вы правы. Вы правы в том, что вы его не знаете. Почему? Потому что вы не знаете его лично. Вы с ним ни разу не встречались, не виделись. Хотя я вам могу об этом друге из Парижа рассказывать очень много информации, очень много. Вы даже не сможете все запомнить. Но пока вы не повстречаетесь с ним лично, вы никогда не будете его знать так близко. Вот точно так же по отношению к Господу, к Иисусу Христу. Я, друзья, простите, дерзну сказать, что не все верующие люди, которые родились в христианской семье, знают Иисуса Христа лично. Они знают о Нем. Они слышали о Нем. Мама рассказывала, брат рассказывал, сосед, сват, кто-то рассказывал, как и я рассказывал, за Стефана. Но вы его никогда лично не знали. Вы никогда лично с ним не встречались. Вы с ним не знакомились. У вас нету никаких отношений с ним. Вы просто знаете о Нем, но не его лично. Вот здесь и начинается уже глубокий фундамент построения личных взаимоотношений с Господом. Нам очень важно узнать, знать, быть уверенным, что я знаю Христа лично. Я знаком лично, верю в Него лично, я сам Его выбрал, меня никто не заставил, я это сделал. Итак, идем с вами по порядку. Какие же есть показатели личных взаимоотношений с Богом? Это тест для каждого, верующего и неверующего. Первое, это постоянство в общении. Постоянство, и подчеркиваю, в общении. Я верю, что любой человек, который живет здесь на земле, чаще всего они не против Бога. Большинство. У них просто нету времени или не хватает времени для Бога и для отношений с Ним. Но мы знаем, что если у человека есть личные взаимоотношения с кем-то здесь на земле, либо это супруга, либо это друг, хороший, лучший, то вы всегда будете иметь с Ним отношения постоянно. То есть общение будет регулярное. Это будет постоянная какая-то связь. И об этом написано также в Библии по отношению к Богу. Например, Колоссянам 4 написано «Будьте постоянны в молитве». Ефесянам 6, 18 написано «Со всяким постоянством и в молении». То есть здесь идет речь, когда мы в молитве имеем отношение, общение с Богом, но регулярно и постоянно. И здесь можно, наверное, самому себе признаться, что если у меня нету постоянных отношений с Богом, где я закрываюсь, где я имею личную молитву или чтение слова, и это я делаю регулярно, постоянно, не тогда, когда кризис, не тогда, когда болезнь, не только, когда тревога, не только, когда сказали всем «встаньте». Это не просто привычка, это постоянное такое, вот как хочется кушать. Вот это оно, ты понимаешь, ты об этом не забываешь. Как хочется позвонить лучшему другу, близкому, ты это знаешь. Тебе не нужно напоминалки в телефон ставить. Оно в тебе внутри живет. Вот точно так же и по отношению к Богу. И вы знаете, друзья, что здесь, наверное, не подойдут такие оправдания, как, например, у меня нету времени, у меня маленькие дети. Потому что я лично общался с этими мамами молодыми, у которых по трое-четверо детей маленьких, но они все равно находят время для общения с Богом. Либо утром, либо вечером, либо они в наушниках ходят, слушают Библию, Слово, моют посуду и слушают что-то, но они находят это время. То есть это не зависит от, есть у тебя дети или нету. Если ты скажешь, что ты слишком занят на работе, то в нашей церкви я недавно вдохновлен был общением с одним человеком, который имеет бизнес, но он находит время утром, когда он выключает свой телефон на час, когда еще все спят, звонков еще нету, и он уединяется для общения с Богом, и он это делает регулярно. То есть это работает и у бизнесменов, и у мам, у всех людей. Вопрос здесь не в том, что времени нету, вопрос в приоритетах. И здесь нужно быть самим собой хотя бы предельно честными. Если я имею отношение с Богом, или я думаю, что я имею, то первый показатель это будет постоянно, регулярно и постоянное уединение и общение с Богом. Вы скажете, ну это же скучно. Кто-то скажет, ну да, и в церковь ходить скучно. Что в церкви мы делаем? Сели, встали, помолились, спели, послушали, ушли. Каждое воскресенье одно и то же, все так скучно и неинтересно. А давайте теперь войдем в вашу личную жизнь. А почему вы каждое утро всели, встали, зубы почистили, почистили, умылись, умылись, покушали, оделись, почти на работу, снова пришли и спите. На следующий день опять скука, то же самое. Встали, почистили, умылись, снова кушаем, снова ложимся спать, на следующий день снова. Кажется, как скучно все. Одно и то же каждый день. Но, друзья, вы знаете, что благодаря вот этим принципам постоянства вы живы. Потому что вы дышите каждую секунду, потому что вы кушаете каждый день и потому что вы спите каждый день. Благодаря этим основным принципам постоянства вы сегодня живы. Физически. И точно так же это работает и в духовном плане. В духовном мире есть принципы, которые должны быть непоколебимы. Это постоянство. постоянные отношения с Богом. Именно они будут давать вам духовную жизнь и эту тягу, вот эту жажду по Богу, отношения будут строиться и развиваться. Пункт номер два. Показатель личных отношений с Богом это место встречи. Место встречи. Все качественные общения, которые происходят с людьми на земле, они чаще всего происходят в личных, таких private диалогах, разговорах, в таких уединенных местах, где нету шума, где люди остальные не отвлекают и не мешают. Когда вы хотите получить серьезный совет, вы его чаще всего не будете спрашивать в коридоре, не будете спрашивать в машине на ходу, вы это будете делать в уединенном месте. Если вы хотите попросить искренно прощения с человеком, вы тоже это будете чаще всего делать уединенно, наедине, смотря в глаза и осознавая полностью все, что происходит. И именно вот это личное место, уединенное, такое частное, приватное комната, это может быть гараж ваш в доме, это может быть комната, это может быть вы в машине спрятались или пошли в парк прогуляться, где вы сами ушли от людей, нашли это место уединения с Богом, где вы слушаете, общаетесь, читаете и строите свои отношения с Богом, вы уделяете этому время, в вашем расписании оно у вас есть. И об этом очень прямо сказано в Писании Матфея 6, глава 6 стих. Ты же, когда молишься, когда молишься, написано, пойди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему. И вы знаете, что здесь речь, я думаю, идет не только именно о комнате, именно физической, здесь главное место, уединенное. Это может быть даже в лесу, но главное, чтобы ты был там сам. Написано, помолись отцу твоему и отец твой, который слышит все в тайне, воздаст явно личное взаимоотношение с Богом и личное место с Ним. Вы знаете, что это не значит, что отменяются все общие молитвы. Это не значит, что общие молитвы церковные, групповые, семейные, что они неправильные, они не нужны. Нужно и то, и другое. Но личная молитва никогда не заменит общую, общей, никогда не заменится, никогда не заменится. Вот почему важно помнить, что нам нужно иметь личное. И у Иисуса Христа мы видим, наблюдаем, что у Него было и то, и другое. Мы об этом с вами поговорим вместе чуть позже. Вы замечаете, что почему-то те, которые любят, которые имеют отношение, они всегда хотят быть наедине вот в таком сокровенном личном месте. Они всегда ищут. Вот молодые люди, которые любят друг друга еще до свадьбы, они почему-то всегда прячутся. Им говорят, не прячьтесь, они всегда прячутся. Всегда где-то хотят уединиться, чтобы их не было видно, быть один на один вместе. Есть что-то внутри, что их притягивает, им хочется быть там и общаться. У нас возле моего дома есть один парк, в который, особенно раньше, я часто любил приезжать по утрам. И однажды было время, когда я взял туда своего сына и показал ему, говорю, сынок, вот видишь вот это место? Вот это здесь, где папа молится. И потом прошло время, и приехали мы снова в парк с женой и с детьми. И мой сын говорит моей жене, мама, 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 вот там папа молится. Он еще был, еще младше. И вы знаете, что для меня важно? Он вообще не понимает, что это, почему это, как оно там работает. Но главное важно, чтобы ваши дети и наши дети знали, что у папы есть комната. Главное, чтобы ваши дети и ваши внуки, если вы уже внуков имеете, чтобы они знали, что у дедушки, у бабушки есть место, есть комната и есть время. Обязательно, независимо в какой стране, в какой культуре, независимо, как ты занят, оно есть, потому что для тебя это важно. И ты это делаешь, и ты насаждаешь и передаешь это другому поколению. У нас часто бывает в гостях Ростик Корец, вы знаете этого проповедника. И он рассказывал, как однажды он у себя дома в шкафу, в клазете, там где одежда складывается, часто склонялся на колени и молился. И он это делал тоже регулярно. И однажды, говорит, я открываю глаза и смотрю, рядом возле меня стоит мой сыночек. Такой, не знаю, сколько ему там, 4-5 лет было. И говорит, я смотрю, и он все манеры, как у папы, копирует. Вот так же и склонился, и руки, и все-все-все, как папа делает. А еще, знаете, разговаривать толком не умеет. Но уже как бы копирует папу. Вот к чему я веду, друзья, что когда мы говорим о личных взаимоотношениях с Богом, если мы понимаем, что это важно, то нам важно это не только себе, самому сказать, а передать детям, передать внукам, а самое главное самому в это влюбиться и понять важность и вкус этих взаимоотношений с Богом. Вот почему сегодня для нас важно иметь вот это место, где нас никто не отвлекает, где ничего не шумит, не рычит, ничего не извинит, где мы отключаемся, где мы в этом тихом, уединенном месте с Богом, где мы имеем общение с Богом не на глазах у других. Вот это важно, не на глазах у других. Вот это то, что выделяет твои отношения. Вы помните, как Христос рубил фарисеев? Вы помните, как Он обличал вот эти молитвы на улицах, на углах, где люди становились, поднимали руки, делали такой святой важный вид, я молюсь, я духовный, я святой. Вы помните, да, не это показатель духовности. Это когда никто не знает, никто не видит. Вот это то, что строит отношения с Богом. Третий пункт, показатель личных взаимоотношений с Богом, это качество и продолжительность твоего общения. Качество и продолжительность. Представьте себе, что я сейчас на сцену вызвал два человека. Это был мой план, но с волонтерами не успели. Вот одного с этого ряда, другого с этого ряда. Дал им по два микрофона, я сказал, друзья, общайтесь. Да, общайтесь. Прямо сейчас. В микрофон, да, в микрофон. Ну что, вам тяжело? Вы же разговариваете на одном языке. Просто поговорите пять минут. Ну как дела? Ну окей. Ну как погода? Ну как погода на Флориде? Ну и как еще? Что? Ну нормально, нравится? Ну да. Потом бы я их посадил и спросил у вас, друзья, сделайте анализ их разговора. Вы бы, наверное, я бы вам спросил, как вы думаете, их общение было, ну каким, качественным, глубоким, близким. И вы бы сказали, конечно, нет. Оно было очень таким поверхностным, таким принудительным. А представьте, чтобы их закрыть вообще в комнате там на пару часов и сказать, общайтесь. Это же было бы не общение, а больше мучение, чем общение, правильно? Ну сидели бы, ну как-то что-то выдавливали, выдумывали, на часы бы поглядывали. Если часы забрать, то вообще мука. Сидишь, не знаешь, как долго сидишь и как долго еще сидеть. Вот так приблизительно человек переживает иногда в молитве. Вот когда его закрыть с Богом, сказать, друзья, вы любите Бога? Да. Общайтесь с Ним? Да. Хотите попробовать? Вас раз резко закрыли и сказали, общайтесь, общайтесь. У вас же отношения с Ним есть? Так общайтесь. И часы забрали, и телефон забрали, и все. Ну ты так минут пять, ну десять, ну а дальше, а дальше хоть хочется на часы глянуть, а их нет. Вы представляете, какой стресс? Если отношений нету, ты не знаешь, о чем общаться. Качество общения, ну Господи, ну дай, ну то благослови, ну и прости, наверное, ну все повторил уже по три раза одно и то же, а дальше? А дальше? А дальше нету настоящего, нету глубокого. И мы понимаем, что и продолжительность наших общений, она тоже такая полторы минутки, две минутки. Один человек сказал, ну в Библии же не написано, что нужно молиться два часа. Я сказал, нет, не написано. Написано, что Иисус пробыл всю ночь в молитве, часы не указаны. Поэтому я говорю, здесь вопрос не в часах и не в минутах, а вопрос, если ты вот, ну любишь кого-то, да, или с супругой имеешь отношение хорошее. Правда, ты же там, ну не по минутам общаешься, правда? Иногда может общение пролететь быстро. Это и есть показатель твоих отношений с Богом. А бывает другой вариант, дежурная молитва, просто хорошая привычка, просто, ну, еще какая-то причина, нужда заставила. И люди вот так строят отношения. Но, друзья, хочется сегодня, чтобы мы поняли, что отношения, это намного больше, намного глубже. С людьми мы это видим, и точно так же по отношению к Богу мы это видим. И об этом даже в нашей молитве. Вот что сказал Иисус, Матфея, 15 глава, с 8 стиха написано, приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, и чтут меня языком и устами, сердце же их далеко от меня. Вы представляете себе картину, представьте, что это ты, этот человек. Вот просто давайте попробуем применить это к себе. Уста говорят, на молитве стоишь, в церкви или дома молишься. И здесь так и написано. Уста говорят, а сердце далеко от меня. О чем здесь идет речь? Вот именно об этом, об отношениях. Я вот иногда слушаю своих детей, как они молятся, и они вот молятся, вот уже, знаете, такими заученными молитвами, стандартными фразами. Ну и с одной стороны, они дети, они, как их научил папа или мама, вот так они и молятся, и слава Богу, для их уровня это хорошо, для уровня младенческого. Но хуже, когда у взрослых людей, физически взрослых, а духовно уровень остался вот так же, как и у детей. Такие заученные фразы, заученные такие привычные вот эти молитвы. И там со стороны даже смотришь и понимаешь, что там нету отношений, там нету отношений. Там иногда бывает религиозность, которая не не дает жизни, а хочется жизни, хочется настоящего. Хочется настоящего, того, что вдохновляет Бога и тебя как-то животворит. А не просто мы перебываем или пережидаем эти моменты. Вы знаете, что как насчет таких вот иногда, например, отношений к Богу, как, Господи, я тебя люблю. Есть ли у нас такие вот высказывания в наших молитвах? Я люблю тебя, Господь. Я, знаете, что понял, что минимум 10 лет после того, когда я принял водное крещение, я никогда не молился такой молитвой. Никогда. Минимум 10, а то и больше. Никогда не говорил Господи, что я тебя люблю. Если бы сегодня спросить у нас, поднимите руку, кто признается Богу в любви. Не надо сейчас поднимать руку, просто как вы думаете, сколько было бы рук в зале? Вы знаете, что в большинстве случаев оно звучит, я думаю, для нас как-то даже странно. Ну как? Я Бога люблю. Оно как-то непонятно, оно не вкладывается, оно как-то, ну я Бога уважаю, вот это понятно. Я Бога почитаю, прославляю, но люблю как-то оно. Вот так оно и на практике есть. Хотя вы знаете, что, помните, самая-самая-самая-самая главная заповедь, которую Христос дал? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всею крепостью, всем-всем-всем, твоей энергией, твоей силой на всех уровнях, вот все уровни перечисляются, духовный, глубокий, душевный и физический. Правда, вызов серьезный? И когда мы говорим и думаем, я имею отношение с Богом, то маленький вопрос, ты ему об этом говоришь, что ты его любишь? А знаешь, почему не говоришь? Потому что это неправда. И спасибо за честность, что ты ему не говоришь, потому что это неправда. На самом деле ты его не любишь. Не знаешь даже, возможно, как это. Я сказал вам за себя, я не знал, я, наверное, не любил, как-то уважал, ну, и на небо хочется, и как-то защиты от Бога хочется, и вот как-то так оно работает, ну, почему бы и не пойти в церковь, плохому не научат. Но когда мы копаем, копаем глубже, мы видим, что вот эта заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, она в нашей жизни далеко от нас, хотя Христос ее так выделил, так выделил. Вот здесь вот и проверяются вот эти показатели, видите, пункт номер три. Качество общения, качество, качество твоей молитвы, твоих отношений с Богом, качество, продолжительность, это тоже, она оттуда же вытекает. Вы согласны, что нельзя иметь личных, глубоких взаимоотношениях на три с половиной минуты? Вы согласны, что глубины не будет на пять минут? Вот это и есть показатели, над которыми нам сегодня можно думать и размышлять, какое у нас взаимоотношение с Богом сегодня. Иногда бывает, вы знаете, во время молитвы даже людям иногда трудно подержать глаза закрытыми пять минут. Вы не думали над этим тестом? очень, очень, очень. Вот когда-нибудь попробуйте, идет молитва и вы попробуйте хотя бы пять минут не открывать глаза. Вы увидите, что вы не привыкли. Глаза бегают, они как-то, ну, как-то оно суета разрывает, все вокруг оно отвлекает, оно как-то не привыкло, там нету вот этого такого глубокого connection, это такой просто маленький такой физический показатель. Это все равно, что ты общаешься с каким-то человеком и вот не смотришь ему в глаза. По сторонам, туда-сюда, телефон, часы, ты с ним разговариваешь на вопросы, ему отвечаешь, да-да-да-да-да-да-да. Вот так иногда бывает у нас и с Богом. И вроде бы и ты и вместе, и в купе со всеми и помолился, и постоял, и посидел, и послушал, но оно все такое мелкое, поверхностное. А хочется вот глубокого, глубокого отношения с Богом. А как вы думаете, а что если узнать, а почему разговор не идет с ним? А почему вот эта продолжительность, ее нету? А почему постоянство или качество не очень? Вопрос, почему, где, причина? я помню, как мы с женой перед свадьбой, когда мы познакомились, и всю ночь у нас была группа, которая ездила на миссию, мы были в России, на Урале, потом возвращались назад, и в Москве ночевали, и там было 60 человек, целый вагон верующих людей, представляете, вот миссионеры, 60 человек, полный вагон, купейный, все едут, я помню, там проводник заходит в одно купе, а ему там о Боге рассказывают, он думает, ну, ненормальное, в следующее пошел купе, а ему и там про Бога рассказывают, он думает, ну, друзья, соседи, понятно, в конец вагона пошел, садится, заходит в конец, а ему и там мир Божий вам, он говорит, да Господи, да что же случилось, они говорят, так и вы верующие, а он просто вырвался, Господи, да и все, ну, и он был очень удивлен, было, замечательная поездка, но что в этой, что нам запомнилось из этой истории, это то, что я помню, что я прообщался с моей женой на лестнице, в коридоре целую ночь, она на меня посмотрит и сияет, правда интересно, да, а я на нее посмотрю и взлетаю, и вот всю ночь, и кажется, и качество было, и продолжительность была, и с секундомером никто не сидел, вот, ну, такой реальный практический пример уровня отношений, а за Христа, я уже сказал, Луки 6 глава написано, зашел он на гору, помолиться, вот зашел помолиться, как мы заходим в комнату, помолиться, ну, минут 15 помолиться, зашел помолиться, а пробыл всю ночь, это типа зашел помолиться на 5-10 минут, а пробыл час, вот что-то такое подобное, бывает в нашей жизни, я помню, когда это желание, оно пробудилось во мне, иметь личные взаимоотношения с Богом, то я был тогда подростком, и когда-то один человек старший во Франции мне посоветовал, говорит, начни с 15 минут, вот начни с 15 минут, каждый день, каждый день, закрывайся, читай Библию и молись, и я помню, что я прятался на чердак, засекал время, и 15 минут пробовал делать то, что мне сказали, и я молился, я читал Библию, и я помню, что если у меня было 17 минут, то на следующий день, значит, я уже понимал, у меня 2 минуты кредит, я уже перемолился, значит, мне можно уже на пару минут меньше, я так кредиты зарабатывал, и такое было мое общение на том уровне, но это общение, оно меня привело к постоянству, оно во мне развило какое-то отношение с Богом, и вы знаете, что я, друзья, хочу сделать какой вывод, что вот это приглашение в подростковом возрасте, сейчас у меня уже получается, слава Богу, я, час, это вообще, ну, стандарт, нормально, пообщаться с Богом утром, час, для меня это не составляет никакой, вот напрягаться там не надо, выжимать, выдумывать, там так, как-то что-то из себя строить, так вот, на часы подглядывать, час легко проходит, но вы скажете, ну, ты же духовный, ты же пастырь, час еще и маловато, подтянись, но вы знаете, что я хочу вам сказать другое, что это желание пробудилось в 15, в 16 лет, и я верю, что это приглашение, оно звучит в сердце каждого сидящего, и всех, кто смотрит нас онлайн, написано, Бог производит в людях хотение и действие, Бог ложит в сердце человека желание, дает приглашение, он стучит, очень мягким голосом говорит, я желаю с тобой общаться, я твой Бог, я тебя много раз хранил, спасал, да, и финансы тебе даю я, и то, что ты жив, это тоже я, да, я Бог твой, за тебя я страдал, твои грехи прощал, хочу общаться с тобою, хочу жизни, хочу диалога, приглашение в сердце звучит, и вопрос, как люди отвечают на это, это приглашение звучит даже в подростковом возрасте, и сегодня у взрослых оно тоже звучит, я жду, стучу у двери, приходи, заходи, и дальше написано, кто откроет двери, что дальше написано, войду к нему, и что, и пять минут с ним поговорю, правда, правда, написано в Писании, сестаю у двери и стучу, Бог дает предложение, приглашение, хочу общения, хочу отношений, дальше второе, Бог дает выбор, ручка с твоей стороны, кто откроет дверь, кто откроет, не все откроют, некоторые будут общаться с Богом через дверь, Господи, ты знаешь нужды, если не знаешь, я повторю, уровень общения, дальше кто откроет, ладно, открыли, вошел, не три минуты общения, а написано, будет иметь, что, вечерю, но вы же не вечеряете за три минуты, правда, можно и подавиться, можно попробовать, но обычно это так полчасика занимает в среднем, чтобы так повечерить нормально, мы видим здесь какие-то важные принципы, общение, взаимоотношение с Богом, и приглашение с Его стороны, Он первый приглашает, и сегодня это приглашение, оно актуально и для всех нас, оно звучит сегодня и для нас, вот почему нам важно сегодня понимать, что мы призваны иметь отношения с живым Богом, а отношения, это значит диалог, общение, об этом я много говорил в первой части, и я вдохновляю вас, друзья, идти на эту глубину, я понимаю, что это неудобно, это как-то трудно, это непривычно, нам хочется все-таки все равно ездить вот на том привычном, это все равно, что человек ездит на велосипеде, а его убеждают, можно на машине, можно на машине, но он говорит, нет, 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 не, 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 это слишком сложно, вот велосипед, тут два колеса, тут все понятно, тут так вот нормально, друзья, я хочу еще раз повторить, в кризис, что вам поможет пережить любой кризис, это именно личные отношения, потому что можно разочароваться в церкви, в пасторе, в людях, во всем, но личные отношения с Богом, это то, что будет вас держать, это то, что сделает вас непоколебимыми, в любом обществе, в тюрьме, в университете безбожном, личные взаимоотношения с Богом, следующее, четвертое, это мотив, мотив общения, это показатели личных отношений с Богом, жил как-то два соседа, может быть, друга рядом, вместе, и один постоянно, один строился, и постоянно приходил к другому соседу, и всегда у него просил молоток, вроде бы понятна стройка у человека, ну и снова приходит, опять просит молоток, инструменты, тот ему дает, он снова уходит, и как-то стоит этот, который уже закончил стройку, и смотрит, идет ему навстречу, идет и так, зовет, 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 но он понимает, что человек идет снова на общение, снова ему хочется пообщаться, он прибежал, вызвал на общение, как вы думаете, что он попросил на этот раз? правильно, гвозди, молоток уже есть, гвозди, и всегда приходил только с одной целью, что-то взять, что-то попросить, представьте себе, что к вам приходят люди, или звонят, только тогда, когда им что-то надо, вы же это чувствуете или нет? Правда? А как вы думаете, а Бог разбирается вот в этих вот моментах? или надо ему сказать, или он это точно знает, когда мы к нему обращаемся в молитве, то у нас какой мотив? Собралось слишком много нужд? Слишком тяжело стало жить? Хотели справиться без него, не получилось, а теперь к Богу? Как тревога, так и к Богу? Ведь он же тоже, как Бог, который видит насквозь в твое сердце. Написано, что Бог знает помышления твои. Зачем же играть в эти игры? Зачем же играть в церковь? Зачем играть роли? Зачем придумывать? Ведь будь самим собой. Скажи так, как оно есть. Будь честный перед своим Богом. Если правда, что чаще всего бывает, Господи, дай, дай, у меня нужда, 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 то так и скажи, Господь, ты мне нужен, но мне нужен не ты, нужно то, что ты мне можешь дать. Мне не нужен ты, мне просто нужна вот твоя помощь, твоя сила, твои решения. Вот это, что мне нужно. Меня не интересуешь ты, сам ты. Прости за правду. А потом продолжи, скажи, как-то вырвалось, как-то получилось, сам себе признался. Господи, прости теперь и меня. за то, что я не имею с тобой отношений. Я имею просто хорошую привычку. Религиозность, которая иногда томит тебя и меня, а хочется жить. Как хочется жить и улыбаться. Как хочется жить и не притворяться. Как хочется настоящих живых отношений с живым Богом. Когда мы приходим к Нему, и наш мотив не потому, что у нас есть нужда. Когда мы приходим и ищем отношения с Богом без особой нужды. Без особой нужды. Просто так. Ради общения. Нам нравится быть в Его присутствии. Этим мы Его почитаем, прославляем. Где-то мы берем время, чтобы слышать. Об этом говорили в первой части. Просто посидеть, помолчать. и слушать в Духе голос Божий. Я помню, когда-то мои дети, они был момент, когда я очень сильно делал акцент на то, чтобы научить их русскому языку. И они с женой разговаривают на английском, а со мной на русском. И она на это делала большой акцент, потому что я верю, что быть два языка, это привилегия. Друзья, это для вас реклама в русскую школу. Сдавайте ваших детей в русскую школу. Они будут вам благодарны, они будут умнее, и эта привилегия им поможет в будущем, в жизни. И вот такой момент получался, что даже вот самая младшая моя разговаривает с женой моей, она разговаривает на английском, мы сидим за столом, поворачивается ко мне, в секунду переключается и говорит на русском, потому что она знает, что с папой это не проходит. Но в этом не этот поинт, поинт в другом. Когда мои дети что-то хотят у меня попросить, они знали, что просьба может быть принята только на русском языке. И вот представьте себе, какой челлендж. Вот приходит мой сын, топчется, топчется, что-то начинает там говорить на русско-английском с таким акцентом, вот эти такие слова, там неправильные окончания. Ну и обычно заканчивается папа, дай, папа, разреши, папа, вот это мне надо. Ну, так, так, такова реальность. Ну и потом приходит, прошло время, прошло время, прошло время, и приходит ко мне снова мой сын, и начинает, это давненько было, начинает что-то опять ломаться, что-то начинает опять там пытаться высказаться. Слушаю его, хочется ему сказать, ну расслабься, скажи по-английски, уже не мучайся, уже жалко просто его стало. И он как-то все равно по-русски старается сказать, а я же знаю, к чему оно ведет. И говорю ему, сыночек, ладно, не мучайся, скажи, что ты хочешь? И он мне говорит, папа, я просто хочу с тобой пообщаться. Вау, вау, какой был шок для папы, для отца, который привык, что сын приходит и дай, дай, и даже на правильном языке разговаривает, правильные слова молитвенные подбирает, но все идет к одному, только дай. И вдруг он мне, сын говорит, я просто хочу с тобой пообщаться. Сразу ты чувствуешь вот этот пункт качество и мотив. Мотив. Мотив нашего общения и взаимоотношений с Богом. Вот почему, друзья, я верю, что и Бог, Он тоже нас к этому призывает сегодня. Вы знаете, друзья, когда мы общаемся с другом, мы можем с ним говорить на любую тему, обо всем. Нам не нужно ничего бояться, нам есть всегда о чем поговорить, нам не нужно притворяться, нам не скучно, нам интересно. Вопрос, интересно ли тебе с Богом? Интересно ли тебе это общение, когда ты с ним один на один? Тянет ли тебя туда? Есть ли в тебе это желание? Есть ли о чем говорить? И вы знаете, что когда-то первый раз в жизни я пережил такое чувство, когда однажды я уехал в поездку и сбился мой график вот этих постоянных devotions, вот этих молитв с Богом. И я первый раз в жизни ощутил чувство, которое раньше никогда не знал, мне никто об этом не говорил, что ты за ним скучаешь. Зачем за ним? За вот этим вот чувством, за вот этим желанием быть снова вместе. Вот снова быть в его, вот в этой комнате, в тишине, отключиться от суеты, сказать, Господь, Lord, I love you, Господь, как хорошо, что я снова могу с тобой быть. Лично я скучал за этим, я скучал за этим. Вот это вот, вот это вот желание очень-очень важно в нашей жизни. Это вот уже, видите, последнее, последний наш пункт, это жажда, жажда и желание общения. Next slide. Это когда мы к Богу приходим с большим желанием. Не потому, что надо, не потому, что время, не потому, что так вот по религиозным обрядам, а желание в сердце, личное желание, не надо тебя заставлять, это не мучение. Если для нас оно мучение, друзья, просто нужно сказать себе правду и сказать, вот эти вот все пункты личных взаимоотношений с Богом, у меня они хромают, у меня их часто нету, я хочу их развивать, я хочу что-то менять в своей жизни, я хочу этого, я очень сильно хочу этого в своей жизни. Вы знаете, что написано в Библии об общении, помните? Общение Святого Духа, общение, я читал в самом начале, с сыном Иисусом Христом, то есть не раз в Библии говорится снова и снова об общении, общении, а это уже значит, нужно это общение строить, нужно к этому общению как-то подходить честно. Вот знаете, как вот бывает в семье, бывает, что отношения с женой, они не всегда ровные, если вот так честными быть, правда? Но не бывает же так, что вот ты поженился и с первого дня, прожил 20 лет и всегда было все одинаково. Дорогая, здрасте, я тебя люблю, дорогая, здрасте, я тебя люблю, дорогая, здрасте, я тебя люблю. Вот оно же как-то меняется, да, бывают какие-то напряжения, непонимания, конфликты, оно не всегда ровно. А вот по отношению к Богу мы иногда приходим, как будто у нас все, в воскресенье, встал, руки сложил, сказал, снова сел, так пришел, там даже за еду вспомнил, помолился, ну, все так кажется, так ровно идет, так все кажется ровно и правильно. Но будь честным, на самом деле отношения, они не всегда ровные, если они личные, то они не всегда ровные, правда? Если они глубокие, там бывают какие-то напряжения, там бывают недопонимания, и там в тех моментах нужно иногда приходить и сказать, прости меня, извини, я был неправ, извини. А потом нужно иногда назначить, иногда дейт, иногда нужно вложиться и финансами, и временем, и что-то как-то попробовать эти отношения выровнять, как-то их вытянуть, как-то их исправить, вложиться надо. Потом снова, слава Богу, идем ровно, идем хорошо, потом идем вверх, еще лучше, потом, а бах, снова, отношений нет. Живем под одной крышей, все вроде нормально, но отношений нет. Вот так и с Богом, так и с Богом. В одной церкви, на одном стуле, в этом же зале, все вроде бы, все, все вроде внешне, но внутри, 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 Христос, помните, фарисеям, которые так у них все было правильно, говорил, вы гробы окрашенные, то есть там пахнет смертью, смертью пахнет изнутри, а снаружи все классно, все хорошо. Помните, друзья, люди вокруг вас могут быть виноваты, но то, что тебя сделает счастливым по-настоящему, это твои отношения с Богом. Твои отношения с Богом, даже не какая церковь, отношения с Богом, с Богом, с живым Богом. Поэтому иногда нужно к нему приходить и говорить, Господи, я извиняюсь, как у нас там с тобой отношения, нормальные? Господи, насчет общения, честно признаюсь, у меня общения нету, я даже не знаю, как оно работает, но, Господь, но я хочу, я хочу учиться, я хочу идти на эту глубину, я хочу это искать, я хочу это искать в своей жизни, я хочу иметь отношений, отношений. Помните, Адам и Ева в раю? Помните список их нужд к Богу? Болезней нет, детей нет, ни с кем не ссорятся, и денег не надо. О чем общаться с Богом? Какие их молитвы? Вот это уровень отношений, вот это уровень настоящих личных взаимоотношений. Там присутствует все, и постоянство, и место встречи, и качество, и мотив, и жажда. Когда мы приходим к Богу без особых нужд, просто потому, что любим Бога, просто потому, что мы наслаждаемся в Его присутствии, нравится быть вместе, понимаем, что все зависит от Него, все зависит от Него в этой жизни. Поэтому, друзья, я хочу вас вдохновить. Смотрите на вот этот экран, и пусть эти пять пунктов, пусть эти показатели, они в вашей жизни будут, и в ваших детях будут, чтобы мы имели настоящее, глубокие взаимоотношения с Богом. Я не знаю, интересно, правда, почему как-то ученики спросили, Господи, научи нас молиться. Значит, наверное, возможно, и мы молимся уже Богу давно, и ученики слышали, как Христос молится много раз, но пришло какое-то откровение, что что-то, наверное, есть поглубже. И здесь вопрос не просто в структуре молитвы Отче наш, а вот просто осознание, что услышали, как Он молится, и поняли, там все по-другому, там на другом уровне, там другие отношения. И хочется сегодня встать и сказать, Господь, и меня научи. Меня научи. Я давно молюсь, но научи как-то по-другому, по-настоящему. Хочу общения, хочу отношений. Аминь. Аминь.